Ядро операционной системы. Как вы знаете, у Windows в состав ядра входят библиотеки DLL. С помощью этих, каждая эта библиотека, она какую-то свою функцию выполняет, отвечает за определенные функции. И ядро операционной системы Windows мы можем, скажем, дорабатывать под определенные задачи, под определенные программы. Но страдает в целом производительность всей системы. Ядро Linux, оно, наоборот, состоит всего лишь из одного файла, одно монолитное, скажем так. Если нужно расширить какой-то функционал, то мы уже устанавливаем модули, но это не всегда нужно. Программы обращаются к ядру при помощи специальных системных вызовов. У этих вызовов определенные стандарты, то есть ничего, никаких ошибок не должно возникать. И, собственно, одно и то же программное обеспечение может работать на разных платформах под управлением Linux. То есть у вас, грубо говоря, флешка с программой установлена. Вы эту флешку можете спокойно вставить в разные системные блоки с операционной системой Linux. И программа будет везде работать. В Windows по-другому. Там программа уже устанавливается в реестр. И на другом минусе маловероятно, что будет работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА